В далёком уже 2002 году на российские экраны вышел очередной фильм Алексея Балубанова под слогом «Это не брат 3, это война». Даже слоган говорит сам за себя. Алексей Чадов продолжает дело Даниила Багрова. Крайне реалистичная и неполиткорректная драма о чеченской войне. Сам Балубанов о войне знает не по наслышке. Как участник афганских действий, рассказать ему определённо есть что. И он рассказал только о войне, но чуть другой. В правде сути это не меняет, так как подобные военные компании одинаково кровавые, жестокие и бесчестные. Но это война всё же. Это один из редких примеров, когда российское кино становится культом спустя несколько лет. Фильм, естественно, не читая фильмы «Брат» и «Брат 2», но по своей популярности, именно из-за неполиткорректности по отношению ко всем и прямой правде о войне Чечне, данная картина Балубанова попадает для широкого зрителя. Зарителю здесь поначалу выдается настоящая жесть, очень похожая на документальную хронику. Добавлю, она только похожая. В реальной жизни было гораздо жёстче. Иван – это классический Балубановский герой. Прямой и неполиткорректный, по-русски простой и немного наивный. Он, как и Данила, действует непонятным русским духом, русской душой, которой никогда не понять Джону, который оказывается то ещё с лолочью. Для Чадва фильм был дебютным и весьма успешным в его карьере. Благодаря именно тому, что это дебют, Чадов не играет, он ведёт себя как пацан с войны. Как по мне, это его самая лучшая роль на данный момент. С первого кадра фильма, глядя на этого русского мальчика, ему просто веришь, веришь во всю рассказанную им историю. Узнаёшь в нём что-то забытое, но настолько родное и икона русская. Данный фильм закрепил за режиссёром славу неполиткорректного постановщика, который, не боясь ничего, рассказывает обществу. Правду об обратной стороне. Даже в Груз-200 он показал обратную огневую сторону, постсоветской глухомания, где всем всё равно. Чём, конечно же, оскорбляя Балабанова на протяжении закрытого показа. Мол, этого не было никогда, мы пили воду из газировки и радовались жизни, а Балабанов показывает тёмную сторону. Сценарию фильма «Война» Алексей Балабанов написал в 98-м году, когда увидел по телевизору отрубленные головы английских специалистов, которые работали в Чечне. Балабанов стремился снять фильм, предельно реальный до нутрализма. Перед съёмками он беседовал с бывшими пленными, путешествовал по деревушкам Кабардино-Балкарии, встречался с командующими войсками в Чечне, генералом Виктором Казанцевым. Он просматривал видеокассеты с хроникой зверств чеченцев. Некоторые из этих плёнок он продемонстрировал английскому актёру Йену Келли, который сыграл в этом фильме. По словам Балабанова, во время показа англичанина трясло. Работы тяжело было с точки зрения психологически. Мы до этого посмотрели кассеты, где по-настоящему убивают людей. Это зрелище произвело очень сильное впечатление. Я даже не ожидал от себя, наверное, дня три отходил, как стукнутый обухом по голове. Я любил тельняшки носить, и там одного десантника в тельняшках убивали. Так вот, мы жили в горах, я почему-то тельняшки не надевал. Фильм снимался Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в Чечне, Москве, ну и в других городах. Больше всех съёмки напугали английского актёра Йенна Келли, который практически не понимал русского языка. На съёмках он всё время читал «Войну и мир», дабы немножко понять о русских. Для большей реальности, многих чеченцев в фильме играют настоящие чеченцы, а федералов – настоящие солдаты. Кроме того, это первый фильм про Чечню, который хоть и частично, но снимался на чеченских землях. В частности, на блокпосте при въезде в Грозный. Фильм снимался в условиях, приближённых к боевым действиям. Фильм начинается с рассказа русского парня о том, как и с кем он сидел в плену у чеченцев, как они расправлялись с жертвами и держали уцелевших в яме, а также оригинальным способом давали девушке вымыться в горной речке и отрубали пальцы евреям, которые не могли заплатить за свою свободу. Повествование фильма ведётся от лица в следственном изоляторе Ивана Ермакова, который даёт интервью журналисту. Чечня. Лето 2001 года. Находясь в плену, у полевого командира Аслана Гуграева Иван Ермаков, ещё один сорочник Федя, исполняет обязанности домашних рабов. Ивана также используют как специалиста по связи. Аслан активно пользуется спутником, телефоном и интернетом. А Иван до армии окончил компьютерную школу в Тобольске, а также неплохо владеет английским. Однажды в плен к Аслану попадают актёры из Англии. Джон Бойл и его невеста Маргарет. Через некоторое время Ивану, Федю и англичан перевозят в другой аул и сажают в Зиндан, где уже находится капитан Медведев, исполнение Сергея Бодрова. Парализованные в результате осколочного ранения позвоночник. Вскоре Аслан отпускает Джона для того, чтобы он собрал 2 миллиона фунтов для выкупа Маргарет, а вместе с ним Ивана и Федю. Поскольку за них призывников никто выкуп не отдаст, Аслан предупреждает Ивана, чтобы он не возвращался обратно, потому что он не отпустит больше. Усилия Джона по сбору денег безуспешны, однако одна из английских телекомпаний оказывает ему финансовую помощь 200 тысяч фунтов, в помен на детальную видеосъёмку операции. В Москве Джон также натыкается на полное безразличие военных чиновников и принимает решение попросить Ивана оказать ему помощь в освобождении Маргарет. Жизнь Ивана в Тобольске не изладилась, он не может адаптироваться к мирной жизни. Его не берут на работу, потому что работодатели, опасаясь неуравновешенную психику после чеченского плена. Поэтому, когда Джон приезжает в Тобольск, Иван за вознаграждение соглашается на поездку в Чечню. Проехав через Москву и Владикавказ, Иван и Джон скрытно проникают в Чечню. По пути они захватывают внедорожник с большим количеством оружия. Захватив в плен местного жителя Руслана Шамаева, Иван находит путь к Аулу Гугаева. Дождавшись отъезда большой группы боевиков, Иван, Джон и Руслан нападают на Аулу, пока Иван и Руслан расстреливают охрану и захвачивают ранее на дороге оружие. Джон обнаруживает Маргарет в яме, полностью обнажённой, в обнимку с Медведевым и решает, что она была изнасилована боевиком. Джон в ярости убивает Гугаева, тем самым усложнив ситуацию. Гугаев был нужен Ивану, как живым заложником. Боевики Гугаева организовывают обстрел Аула и погоню, но группа беглецов спасается на самодельном плоту и занимает оборону в крепостной башне с помощью спутникового телефона, взятого у Руслана. Медведев через свои старые связи организовывает поддержку со стороны ВВС. Вертолёт уничтожает боевиков и доставляет остальных на базу. Джон отдаёт Ивану заработанные им деньги, из которых тот отдаёт Руслану тысячу фунтов, а остаток денег Иван Медведеву на лечение. Фильм завершается кратким комментарием Ивана, что Маргарет не вышла замуж за Джона. Сам Джон, который постоянно снимал на видеокамеру свой путь, выпустил фильм и книгу под названием «Моя жизнь в России». Он заработал больше денег. После выхода его фильма Иван попал под суд за убийство мирных жителей. Руслан переехал в Москву и дал показания против Ивана. Единственный, кто заступается за Ивана, это капитан Медведев. Фильм завершается словами Ивана, что было бы прикольно посмотреть фильм Бойла. Музыка в фильме шедевральная, культовая. Композиции B2, Сплин, Океан Эльзы поражают. Особенно мне нравится песня Океана Эльзы в улице и песня группы Сплин «Пластмассовая жизнь». Отличная подобранная музыка, которая дополняет происходящее на экране. Такие картины сознательно замалчивают и не финансируют, потому что Министерство культуры в этом не заинтересованы. А все, кто были заинтересованы в качественном, настоящем кино, ушли. Ушел Сергей Бодров, ушел Балабанов, но остался фильм, который можно показать своим детям, как итог того, что произошло в 90-е, дабы не допустить тех же ошибок. И грустно становится от того, что понимаешь, что хайпи-энда не будет. Война сломала сразу несколько судеб. Иван стопроцентно посадит, а Джон так и никогда не поймет, что этот человек для него сделал. И почему в нашей реальности, попав в подобную ситуацию, действовать иначе нельзя. Подведем итог. Война – это очень сильный фильм о столкновении менталитетов, о человеческих поступках, о расхождении справедливости с законом и о многих еще проблемах. Чадов сыграл очень хорошо и убедительно. На мой взгляд, опять же таки, это его лучшая роль на сегодняшний день. Я считаю, что война является одним из лучших военных российских фильмов. «Светлая память» режиссера Алексея Балабанова, который подарил российским зрителям свои бесспорно гениальные кинотворения. Жаль, что гении рано уходят. Ребят, спасибо за просмотр, поддержите канал подпиской, я буду очень благодарен. А следующий фильм на обзор – Брат Один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова